всем привет 37 выпуск совместный проект media vision и над экспо как вы уже наверное заметили в прошлую среду наши новости не выходили потому что не рабочие дни что-то вроде локдауна вот и мы брали паузу теперь возвращаемся с новостями начну с информации о выставках как обычно и первой на очереди анга ком эта выставка посвященная технологиям широкополосного доступа телевидению и онлайновой доставки медиа контента по причине пандемии выставка тоже брала перерыв и вот теперь объявлено что она возвращается и в следующем году состоится с 10 по 12 мая в кельне то есть там же где и ранее регистрация спонсоров и участников уже началась равно как и прием заявок для участия в конференции если анга ком пока еще только в планах то выставка капсад уже прошла с 25 по 28 октября в дубае и в ней принимали участие в том числе и российские компании вот что рассказал о выставке генеральный директор компании профит владимир ралдугин начну с того что конечно немножко было боязно ехать туда потому что все как-то было довольно напряженно непонятно состоится выставка не состоится выставка ну и соответственно были большие опасения по поводу а будут ли вообще говоря посетители но тем не менее выставка состоялась конечно она сжалась уменьшилась раза в два-три так скажем на этой выставке было несколько стендов с российскими компаниями но мы стояли своим как всегда традиционным островом это профит софт лап теле тор на этой же выставке были стенды или карда стрим лаба на этапа газпром космическая связь были известные компании эверс и гроссвелли и и весе но еще целый ряд таких известных брендов но в общем да я бы сказал что полноценная выставка что касается посетителей они были в общем меньше конечно чем прошлый раз были серьезные контакт контакты с турецкими компаниями интеграторами и был очень серьезный контакт с интегратором из египта и из россии тут же народ был чем интересовались оптикой очень интересовались мобильными комплектами интересовались интересовались адаптерами камерными естественно синхронизации и данте в целом мы удовлетворены этой выставкой немножко скажу как так сказать по поводу этой пандемии какой порядок посещения был все в масках сто процентов масках за этим очень строго следят на выставке там охрана все время смотрела с носа чуть-чуть маска ушла тебе сразу делают замечания на улицах все сто процентов маска транспорты сто процентов маска причем так сказать штрафы большие есть это без маски теперь о выставке айбисе 2021 во первых никаких новостей об изменении или отмене этой выставке нет что уже хорошо а во вторых компания профит как и многие другие российские компании в этой выставке участие увы не примут причина проста отсутствие вакцинации признанными в евросоюзе вакцинами причем что странно организаторы айбисе не считают это обстоятельствами непреодолимой силы и штрафуют наши компании за отказ от участия вот такая деталь а теперь информация для тех кто как и я хочет во что бы то ни стало попасть на айбисе 2021 это можно сделать выход есть и заключается он в получении соответствующей прививки расскажу как это сделать поскольку все это прошел сам понадобится шенгенская или хорватская виза и действующий сертификат о вакцинации спутником и это нужно для въезда в хорватию еще понадобится заполнить небольшую анкету на соответствующем сайте найти несложно так что google вам в помощь в хорватии вакцинируют всех кто находится на территории страны причем делает это бесплатно и без всякой записи то есть порядке живой очереди пункты вакцинации находятся во многих городах страны я расскажу о том в котором вакцинировался сам это загреб 6 павильон загребской ярмарки запись не нужна все делается в порядке живой очереди рекомендую приходить как минимум за 40 50 минут для начала работы пункта а если есть возможность то еще раньше со 2 ноября произошли некоторые изменения пункт вакцинации из 6 павильона перенесли в девятый вакцинация всеми одобренными в евросоюзе вакцинами проходит без выходных в понедельник среду пятницу субботу и воскресенье с 8 утра до полудня а во вторник и четверг 14 30 до 19 часов свежую информацию можно найти по ссылке которую видите на экране я пришел за 50 минут до начала вакцинации то есть в 13 часов 40 минут очередь выглядит устрашающе но идет быстро благодаря отличной организации процесса в итоге в 15 00 был сделан укол в 15 15 я покинул павильон держа в руках справку на хорватском о вакцинации препаратом дженсен от джонсон и джонсон и лист бумаги с адресом электронной почты куда надо отправить скан этой справки для получения цифрового сертификата европейского образца отправлять это надо на 15 день после прививки выбрал именно эту вакцину потому что она однокомпонентная кратце все ну а теперь слово александру широких который расскажет об очередных кадровых новостях коллеги всем привет на дворе уже ноябрь мы по-прежнему с вами и сегодня вам расскажу о том куда куда же ушел наш друг егор тягунов который совсем недавно мы сообщали оставил компанию дева бродкаст и саундфо и выяснилось что ушел он в американскую компанию под названием артел видеосистемс он назначен ли бизнес девелопмент и аккаунт менеджером по региону имея ну то есть грубо говоря будет заниматься развитием бизнеса и отвечать за продажи в нашем регионе напомню про самого егора в 99 году он окончил институт тонкохимической технологии долго 15 лет работал в компании и и music потом с 2013 по 2018 был сначала инженером а потом сейлс менеджером в телос альянсе и с 2018 по до последнего времени был сейлс директором компании дева бродкаст и саундфо вот что такое артел артел это американская компания который больше 30 лет и в основном она занимается хардвером то есть оборудованием для медиатранспорта ну в том числе с поддержкой разумеется всяких протоколов типа смпт-2022 джеки 2000 и так далее что видно видно то что егор двигается из радио в телевидение планомерно потому что до какого-то времени он занимался в основном был хорошим большим экспертом по радиотехнологиям вот ждем его на нашем телевизионном рынке и даже не ждем а с удовольствием приветствуем его на нашем брат кастом телевизионном рынке спасибо увидимся в следующем выпуске в двенадцатом выпуске новостей мы уже рассказывали о новосибирском телеканале от ств это ведущий телеканал новосибирской области это самая двадцать первая кнопка и тогда речь шла о новом съемочном павильоне телекомпании инновационное решение павильон трансформер и в нем и записываются программы и прямой эфир оттуда выходят планирование проектирование и строительство этого павильона провели локальные региональные компании то есть компании базирующиеся в сибири и вот у тс появился новый еще один повод напомнить о себе и профессиональному сообществу это новая студия речь о которой идет в нашем следующем сюжете эфир каналу тс продолжают в белой как ее называли по цвету интерьера телевизионной студии журналисты тс тысячи раз записывали программы и выходили в эфир как было семь лет и вот пришла бригада строителей чтобы сначала все разобрать разломать так выглядел павильон на этом промежуточном этапе а затем начать строительство дизайн для исполнения оказался непростым поэтому большинство декораций сначала изготавливались заводских цехах а затем монтировались на месте по кадрам ускоренной съемки понятно какой объем работы проделали строители за три месяца пока в новостной студии продолжался ремонт новости у тс выходили в эфир отсюда из большого съемочного павильона телекомпании у тс сейчас ремонт закончен однако вот этот привычный для ведущих стол останется здесь потому что в новом новостном павильоне он находится рядом все новое новое оформление новые декорации новые экраны и новое место для ведущих действительно от прошлого остались лишь стены новая студия с уникальным дизайном похожего нет на других телеканалах по задумке даже в деталях студии должен просматриваться логотип телеканала начнем с того что еще когда мы с дизайнером начинали работать ну мало кто что представлял дизайнер мы ему предоставили вот в частности видео нашего канала и он начал исходя из нашего логотипа придумывать нам дизайн студии вот этот логотип если мы смотрели на макет то было видно то есть во всех деталях присутствовал наш логотип то есть не полный вот он отраженный полу то есть прям да вот око у нас сделано тоже куда хорошо вписывается наш логотип и вообще вся студия получилась такая с закруглением опять же полукруглая часть нашего логотипа в студии сразу пять экранов с высоким разрешением форматов улажди один из них главный большой за ведущим а другой скрыт в виде круга под сложными декорациями студия была белая эта студия белая эта студия вообще выкрашена в так называемый телегрей такой специальный телевизионный серый цвет но он когда все выключил действительно серый но когда включаешь необходимую подсветку он позволяет вот именно придать и с учетом освещения профессионального освещения он позволяет сделать эту подсветку собственно в тех тонах которые нам необходимы еще три экрана расположены в так называемой зоне интервью из-за декорации площадь новой студии меньше чем предыдущие но вернуть пространство помогают новые роботизированные камеры за счет того что она ее можно загнать практически вот в самый угол и туда оператору человек таковому тяжело подлесть получается хорошие общие крупные планы позволяющие брать красивую картинку позволяющие показать все прелести нашей студии команды телеоператора такая видеокамера выполняет автоматически на расстоянии поэтому к новой технике еще нужно привыкнуть вот на этом пульте она управляется честно сказать я был против этой камеры когда директор предложил ее купить группа камера без оператора да не нужно все для этой камеры и как без штатива без оператора камера просто висеть я прямо был против теперь я понял что я-то ошибался очень очень интересная камера вот мы видим общий план пожалуйста мы делаем наезд николай лещов на своем телеоператорском веку повидал многое помнит как выпуски новостей записывались на одну камеру в самом обычном помещении 18 лет назад на утресс например это было так а теперь по другому за последние два года в условиях пандемии на телеканале построены две новых современных телевизионных студии я считаю что студии такого уровня это достижение регионального канала и я думаю любой региональный канал бы хотел иметь студии такого не только в россии но и в других странах в новой студии светло благодаря современным световым инсталляциям различной конфигурации сложности состав осветительного оборудования входят 6 линзовых прожекторов со светодиодными источниками света и 9 приборов рассеянного света система студийного освещения обеспечивает возможность создания в пределах каждой рабочей зоны полной схемы света заполняющего фонового контрового моделирующего и рисующего осветительные приборы в павильонах размещаются на пантографах телескопических подвесах закрепленных на рельсовой системе и стационарных фермах для управления осветительными приборами применены диммерные пульты управления такой телевизионный свет а также видеокамеры позволяет обеспечить из новой студии картинку самого высокого качества поэтому о технических характеристиках главный инженер говорит подробно павильон оснащен двумя студийными телевизионной камерой gross valley ldx 80 flex с камерными каналами панелями управления триоксиальными адаптерами установлен на них телевизионными суфлерами в качестве камеры общего плана применена профессиональная роботизированная камера panasonic ui 150w в условиях собственно ограниченного пространства павильона закрепленная на пантографе установлен на рельсовый подвес она может быть оперативно перемещена на любую локацию управляемая по айпи сети режиссерской панелью panasonic api 60 камера оперативно настраивается в пространстве и позволяет трансфокатором внести динамику общий план отдельное пространство выделено под так называемую зону интервью с экранами для видео и графики в эфир из новой студии от и сейчас выходят новостные программы итоги недели ежедневные мировые новости и конечно же новости новосибирской области если электроника это наука контактах то телевидение это во многом история о синхронизации поэтому практически ни один телевизионный комплекс не обходится без того или иного средства синхронизации в подавляющем большинстве случаев таким средством выступает генератор компания профит давно и успешно выпускает различные генераторы опорных сигналов тема сегодняшнего сообщения это синхронизация в телевидении это довольно серьезная тема и системы синхронизации главенствующую роль занимали всегда в телевидении как в аналоговом телевидении в цифровом телевидении теперь это айпи телевидение профит этой теме самого основания занимался этой темой и уже наверное где-то третье или четвертое поколение синхронизации генераторов мы выпускаем кстати нам исполнилось 31 октября 30 лет за эти 30 лет мы вот выпустили несколько поколений синхронизации за моей спиной это наша небольшая высадка начиная от первого прибора который мы выпустили новый дальнейший все это начну синхронизатор psg-2070 он работает на большинстве студии гтрк обеспечивает сигналами синхронизации в телецентре работает ведомым и автономном режиме стабильность где-то 10 минус 10 в автономном режиме обеспечивает формирование основных сигналов синхронизации это черное поле для sd 3 левел для hd и 3g формирует также испытательные сигналы как в аналоговом виде так и в цифровом виде также здесь формируются сигналы синхронизации которые используются в системе вещания цифрового телевидения pps 10 мегагерц введение это здесь ошляется от 3 левела либо black бюрста еще особенность здесь есть возможность измерять задержку между видео и звуком то есть формируется специальный сигнал причем как в аналоговых сигналах так везде у него есть встроенной приеме gps глонасс и он формирует сигнал временной синхронизации ntp на следующее поколение немножко она отходит от студий традиционных издей либо аналоговых здесь уже он предназначен для студии так и комбинированных то есть где и существует ip и существует sdi то есть айпи это как известно стандартной c2110 он требует синхронизации ptp и этот синхронизатор обеспечивает то есть он работает в автономном также и в ведомом режиме в автономе также 10 минус 10 то есть там стоит а генераторы термо статированные и формирует сигнал ptp и ntp стандартный такой набор ptp соответствует соответственно стандарту 1588 а blackbirds 3-левел сделаны в соответствии со стандартом 2059 имеется отдельный разъем для ptp причем есть разъем rg45 электрический и svp слот куда можно поставить собственно оптическое свп либо электрическое супе формируется также 10 мегагерц pps-ный импульс ворд клок ну и лтс стандартный такой набор то же самое что и в 2070 значит используется он для синхронизации передатчиков эфирного цифрового телевидения но спите пи это отдельная проблема конечно вначале была эйфория по пти пи но она немножко прошла то что пти пи хотели использовать уже для таких распределенных сетей но в общем так это довольно сложные требовать там есть сложные требования суровые такие требования по созданию этой сети поэтому она в основном используется для локальных вот таких сетей студии так далее вот но тем не менее для синхронизации по стандарту 2110 можно использовать ptp и он ведется от gps глонас и от ptp питание здесь с резервированием два используется фидера и два блока питания которые работают в горячем резерве горячий резерв и горячая замена блоков питания то есть можно легко снять переднюю панель и блок питания заменить неисправно это очень важно причем такая у нас система как в резерваторах вся сделана так генераторах то есть обеспечено полноценное резервирование питания есть такой у нас выпускаем сервер точного времени ptp 5021 довольно часто вот на многих башнях ртрс использует для синхронизации передатчиков эфирного цифрового телевидения дач но это такое небольшое устройство ntp сервер собственно говоря ltc формируется то есть строй стройный приемник gps глонас в основном используют вот на башнях либо в студии там где нужен ntp сервер вот эти генераторы они снабжаются магнитной антенной либо волосная антенна уличная антенна с кабелем от 80 до 150 метров также вот генератор 2059 может вариант использоваться с выносным приемником gps глонас от приемника до генератора здесь кабель до 300 метров и антенна подключается уже к этому приемнику питание фантомные на этот приемничек поступает изолированной у нас есть и генераторы которые модульных конструкциях есть блоки но они немножко конечно упрощенные вот это модульной конструкции pro flex генератор который формирует только 3-левел и black burst в автономном режиме и в режиме введения от black burst либо 3-левер ну соответственно стабильно здесь 10 минус 6 для простецких студии это годится в модульной системе профнекс высыпал выпускается генератор pnsgp 321 который собственно говоря тоже формирует ptp и pps на и 10 мегагагерцовый импульс ptp клиента ptp сервер развертывание вещания телеканала в облаке это уже не новость такую модель предлагают многие компании а а вот появление здесь еще одного игрока новость этим новым игроком стала компания киви юнэтворкс тиви юнэтворкс запустила не привязанное какой-либо конкретной инфраструктуре решение тиви ю ченнел для круглосуточного вещания изначально она создавалась для одного из крупнейших в мире вещателей но в итоге стало самостоятельным решением тиви ю ченнел позволяет формировать сетку вещания вживую и по запросу используя простой веб-браузер будучи облачным это решение применимо для вещания традиционного тв канала а тити всплывающего интернет-канала или для прямого вещания в соцсетях причем все это можно делать одновременно без каких-либо инфраструктурных дополнений формировать каналы и управлять ими в тиви ю ченнел очень просто несложно и освоить систему платформа обеспечивает возможности врезки рекламы по расписанию и вручную полностью поддерживает метки с сети возможно поддержка со стороны cdn соцсетей и онлайновых видеоплатформ также тиви ю ченнел взаимодействует с bfx white orbit и большинством других платформ планирования благодаря облачной природе тиви ю ченнел можно быстро развернуть без сложного процесса настройки интерфейс на базе браузера доступен с любого ноутбука и иного мобильного устройства имеющего доступ в интернет фактически тиви ю ченнел может служить резервом для центральной аппаратной когда она по каким-то причинам прекратила работу модель оплаты плати за то что используешь а главное тиви ю ченнел тесно интегрируется с экосистемой тиви ю нетворкс куда входит тиви ю продюсер для многокамерной съемки и графического оформления тиви ю серч для поиска контента на основе алгоритмов искусственного интеллекта тиви ю транскрайба для работы со скрытыми титрами тиви ю грид для доставки видео через интернет а также сотовый передатчик тиви ю ван и приложение тиви ю нвр компания тирадек хорошо известна своими радиосистемами для передачи сигналов видео и звука от камеры к мониторам и другим устройствам потребителям не секрет также что тирадек тесно сотрудничает с производителем мониторов small hd и вот усилиями двух компаний появилось устройство в котором сочетаются монитор функция беспроводной передачи данных и ряд других функций тирадек входящая подразделение creative solutions группы компании вайтек выпустила в первой портфеле тирадек монитор для стриминга представляющий собой устройство типа 5 в одном утверждается что в эф это единственный пока монитор для стриминга выполняющий кодирование планирование стриминга подключение к сетям передачи данных формирование нескольких потоков и запись доступ ко всем функциям организован через яркий сенсорный экран монитор компактен и универсален его можно установить на столе или закрепить на камере батарейные площадки обеспечивают горячую замену аккумуляторов а постоянное питание можно подать через порт usbc высокая яркость монитора позволяет работать с ним в разных условиях wave дает возможность планировать неограниченное число стримов заблаговременно для чего есть простой алгоритм формирования проектов на базе операционной системы flow с она же позволяет мониторить видео в режиме реального времени сохранять настройки и статистику стриминга при использовании в сочетании с мобильным приложением стримеры могут работать в дистанционном режиме а если воспользоваться еще и облачным сервисом share link от тирадек то появляется возможность группирования сетевых подключений с распределением потока между всеми доступными каналами включая ethernet usb модемы и сотовые каналы за счет этого существенно повышается надежность стриминга а второе что дает share link это возможность отправлять потоки на несколько платформ одновременно инициатива использования для видеосъемки цифровых зеркальных фотокамер с функцией видеозаписи впервые представленная компанией canon была с энтузиазмом подхвачена производителями аналогичных камер вскоре к движению присоединились и беззеркальные камеры недавно была представлена одна из наиболее совершенных в своем классе nikon анонсировала свою самую мощную в серии за беззеркальную камеру за 9 в ее основе лежит полностью новый многослойный сенсор simus разрешением 45 целых 0,7 мегапикселей процессор xpid 7 который примерно в 10 раз быстрее процессора камеры z72 камера полнокадровая с эффективной автоматической фокусировкой на базе новой системы распознавания сцен с использованием технологии машинного обучения есть режима длительной серийной съемки видеосъемки в разрешении 8 кей камере минимизированы искажения вызываемые бегущим затвором чувствительность камеры лежит в пределах 64 25600 единиц и со с возможностью расширения до диапазона 32 100 2400 единиц функция распознавания объектов позволяет распознавать 9 типов объектов включая людей животных тип самолеты поезда автомобили мотоциклы и велосипеды есть режим распознавания глаз и фокусировки по ним а режим 3d трекинга ранее использовавшийся только в зеркальных камерах ником теперь впервые применен в беззеркальной камере целом возможности автоматической фокусировки установки экспозиции у новой камеры чрезвычайно широки в режиме видеосъемки z9 поддерживает разные форматы и варианты разрешения включая 8 кей 24 пи 30 пи 4 кей со скоростью до 120 кадров в секунду с записью на устанавливаемую в камеру карту памяти снимать 8 кей 30 пи можно непрерывно до 125 минут постоянно меняя заполняемые карты памяти поддерживаются 10-разрядная гамма-эн-лог и гибридные hlg а также плоский цветовой профиль что касается кодеков то здесь в наличии из 265 прорез 422 hq10 h264 m под 4 и виси после обновления прошивки которая ожидается в 2022 году появится поддержка нового 12-разрядного формата n-ро а также прорез рой других собрана за 9 в точном корпусе с вертикальной рукояткой удобными органами управления и сенсорным жк дисплеем предусмотрена стабилизация изображения с компенсацией до 6 стопов есть множество других полезных функций и возможностей дополняют камеру различные приложения от nikon в продажу за 9 должна поступить до конца нынешнего года правда это касается рынка сша ориентировочная цена без учета налогов 5500 долларов звуковое оборудование австралийской компании роды хорошо известно профессионалам медиа индустрии особенно тем кто специализируется на работе со звуком в ассортименте компании есть и микрофоны разных типов и аксессуары для них и аудио интерфейсы и без того широкий спектр продукции компании недавно пополнился новым интересным устройством компания роды выпустила новый компактный аудиоинтерфейс а и микро он двухканальный предназначен для высококачественной записи звука на мобильное устройство или в компьютер интерфейс имеет два входа с автоматической настройкой чувствительности к ним можно подключить практически любой микрофон с выходом на 3 с половиной миллиметровый миниджет есть выход на наушники универсальный порт usb для соединения со смартфонами планшетами и компьютерами в том числе и с интерфейсом lightning первый вход устройства можно использовать как стерео вход для подключения стерео микрофонов высококачественные микрофонные предусилители разрядность 24 бита и частота дискретизации и 48 килогерц обеспечивают высокое качество записи звука на любом устройстве а через выход на наушники можно мониторить звук практически с нулевой задержкой и без эха что касается совместимости то интерфейс без проблем стыкуется с устройствами на базе macos windows ios и android для подключения в комплект входят кабели с разъемами юсби и юсби си lightning масса устройства не превышает 20 граммов благодаря чему его всегда удобно иметь при себе чтобы работать со звуком везде где нужно теперь как и обычно наш краткий новостной дайджест компания винтон выпустила новую роботизированную панорамную головку фр-155 и рассчитанную на полноразмерные вещательные камеры с большими объективами и предназначенную для внестудийного применения максимальная грузоподъемность головки 90 килограммов сама она представляет собой оптимальное сочетание программных средств и аппаратных компонентов благодаря чему достигаются точность плавность и бесшумность позиционирования отличительной чертой головки является ее высокая устойчивость к воздействию окружающей среды фр-155 и имеет класс защиты ip65 способна работать при температуре от 4 до 50 градусов цельсия содержит дистанционно управляемое средство очистки сектора обзора камеры внутри влагозащитного кожуха создается давление предотвращающее попадание внутрь пыли официальный модуль охлаждения позволяет поддерживать внутри корпуса стабильную температуру управлять головкой можно дистанционно с помощью знакомой оператором системы винтон hdv rc головка способна панорамировать по горизонтали в секторе 359 градусов а по вертикали в диапазоне плюс-минус 30 градусов или плюс-минус 179 градусов с дополнительной секцией недавно автопроизводитель mercedes-benz озаботился оснащением своих автомобилей аудио системами с поддержкой dolby atmos это планируется делать начиная с лета следующего года для люксовых моделей с помощью опции бермистер правда первой поддержку atmos получил электромобиль lucid air а вовсе не mercedes-benz но последний собирается пойти дальше установив не 21 а 31 динамик распределив их в объеме салона в их составе и 18 с половиной литровый сабвуфер система заряжена двумя усилителями общей мощностью 1750 ватт для начала с атмос будет предлагаться топовая модель maybach за ней последует машины с-класс с новой медиа системой mbx правда с учетом стоимости этих машин поддержка atmos тоже будет не дешевой так цена на с 500 фоматик седан в базовой комплектации начинается примерно со 111 тысяч долларов а установка бермистер 4d для поддержки atmos добавит еще чуть более 6 тысяч 700 долларов а вот покупателям maybach волноваться не надо обновленная медиа система уже включена в комплектацию машины цена который почти сто восемьдесят шесть тысяч долларов а то технологи объявила о поддержке microsoft windows 11 всей линейкой своих систем подключения к сетям и хранилищем данных компания тесно сотрудничает с microsoft в целях обеспечения совместимости сегодняшних средств подключения к системам хранения с перспективными центрами обработки данных в частности поддержку windows 11 получили семейство адаптеров от а селерити для шины файбер ченнел адаптеры а то экспресс сас сандер линк устройство а то фаст фрейм а также различные программные приложения кайрон анонсировала paint 9.0 новую версию приложения для иллюстрированного комментирования спортивных событий приложение работает с использованием данных xml новый релиз обладает повышенной эффективностью новым пользовательским интерфейсом функции автоматического слежения за игроками и инструментами автоматизированного создания контента paint 9 позволяет комментаторам быстрее проще формировать графически оформленную аналитику обновленный пользовательский интерфейс стал удобнее или гай улучшенные сами программные инструменты в частности повышенная эффективность управления временной шкалой а именно добавлением выбором удалением и визуализации треков на ней в целом paint 9.0 позволяет повысить качество комментирования состязаний в любом виде спорта причем с применением богатой графики на сегодня это были все новости спасибо что были с нами осмотрите нас не забывайте подписываться на наши новости на удобной для вас платформе чтобы своевременно получать свежую информацию увидимся через неделю пока